Сегодня в авторской программе главного редактора телеканала «Север» Ольги Малыгиной принимает участие председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов. Кризис – это проблема, очень серьезная, так или нет. Но, с другой стороны, кризис и все, что с ним связано, это окно возможностей. Для тех, кто, скажем так, способен работать в условиях этого кризиса, это новые возможности однозначно. Законодательная деятельность в условиях пандемии. Плюсы и минусы. 22 важных решения Совета Федерации для Ненецкого автономного округа. Пути реализации. Окружной бюджет на 2021 год принят. Что осталось за кадром? 2020 год подходит к завершению. Это был действительно непростой год, как в эмоциональном плане, из-за всех вот этих длительных ограничений по коронавирусной инфекции, так и в финансовом плане для конкретно нашего региона, нефтяного региона. По сути, это было испытание на прочность для Ненецкого автономного округа. Вот на ваш взгляд, мы выдержали этот экзамен? Да, мы выдержали этот год. В целом его прошли достойно. Принят главный финансовый документ Ненецкого автономного округа, скажем так, нашими общими совместными усилиями. В регионе есть деньги? Хорошо вопрос. В регионе деньги есть. Если вы зададите другой вопрос, хватает их нам на все нужды? Я бы здесь уже ответил отрицательно. Конечно, хотелось бы денег еще больше, потому что запросов и задач гораздо больше, нежели те, которые у нас стоят в планах. Но тем не менее, если говорить об устойчивости сбалансированности бюджета и его социальной направленности, то опять же можно ответить на этот вопрос утвердительно. Ни одна расходная статья не предусматривает сокращения по здравоохранению, по образованию, по нашим дополнительным мерам социальной поддержки, по инвестициям. Поэтому в целом ситуация рабочая. Следующий год каким он будет для округа? Бюджет останется таким же стабильным с точки зрения социальной защиты населения? Мы все сделали для того, чтобы у нас социальная сфера ни в коей мере не пострадала. Более того, последние события, а именно финансовая помощь из федерального центра, они как раз дают нам надежду на то, что мы успеем решить те проблемы, которые мы планировали в конце года. А именно, вы знаете, прошли публичные слушания, прошли слушания и на площадке администрации Нейско-автономного округа. Там были, соответственно, выработаны рекомендации в адрес и администрации, и собрания депутатов, которые были фактически все учтены в полном объеме. Более того, бюджет – это живой организм, скажем так, это живой документ. И вот эти сессии, которые у нас пройдут в марте, в июне, мы как раз, вы знаете прекрасно, что мы корректируем наш бюджет. Я надеюсь, что в сторону как раз повышения расходных обязательств по тем вопросам, которые будут для нас наиболее важны и для жителей в том числе. На декабрьской сессии собрания депутатов Ненецкого округа парламентарии приняли главный финансовый документ региона – окружной бюджет на 2021 год и плановый период. Проект бюджета был рассмотрен на заседаниях профильных комиссий окружного собрания, прошел депутатские и публичные слушания. Между первым и вторым чтением документ был скорректирован с учетом поправок депутатов и губернатора округа. Учтены федеральные средства. Общий объем доходов в 2021 году составит 19 миллиардов 900 миллионов рублей. Расходов – 22 миллиарда 200 миллионов рублей. Дефицит окружного бюджета – 2 миллиарда 250 миллионов рублей. В общей структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на образование, здравоохранение, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику. Расходы бюджета округа сформированы в программном формате. С 1 января 2021 года в округе будут действовать 26 госпрограмм. Также округ участвует в реализации 9 нацпроектов. На инвестпроекты предусмотрено 5 миллиардов 600 миллионов рублей, в том числе более 3 миллиардов на строительство дорог и 1 миллиарда рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. А есть вот какие-то острые вопросы, которые на сегодняшний день, вот как мы телевизионщики говорим, остаются за кадром. Наша проблема нашего округа состоит в том, что мы зависим от энергоносителей, от мировых цен на него в полной мере. Это да, это проблема, и ее вряд ли мы сумеем решить. Поэтому, когда мы говорим о том, что Нейский автономный округ является частью целого нашей страны, то, конечно, нам необходимо максимально создавать те условия для инвесторов, которые могли бы войти с крупными проектами на территории Нейского автономного округа. Юрий Васильевич Бездудный, он уже анонсировал эти вопросы. И мы знаем... Вы имеете в виду совместные проекты Газпрома и Лукова? Да. И его стоимость заявлена достаточно высокая, свыше 200 миллиардов рублей. А это порядка 1200 рабочих мест. Это важно? Да, это очень важно. Это перспектива? Да, это перспектива. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот такие проекты у нас в стратегической перспективе должны иметь место быть. И оно дает кумулятивный эффект. И я полагаю, что это положительным образом скажется на развитие округа в целом. И, скажем так, на деятельности, и в том числе, и, наверное, на состоянии и нашего бюджета, и его доходной части, скажется тоже положительно. Потому что мы говорим о резидентах. Вы знаете, что в этом году принят закон об артической зоне Российской Федерации. И поэтому сейчас можно говорить о том, что необходимо именно резидентам, крупным инвесторам создавать инвестиционные условия для того, чтобы они работали именно у нас. Но, насколько я знаю, на следующий год в программе законотворческой деятельности вы планируете включить в резиденты арктической зоны и некоторые наши предприятия? Да. Знаете, там есть условия. Резидентом может считаться тот инвестор, который может вложить в ту или иную сферу деятельности свыше 1 миллиона рублей. Поэтому, конечно, мы готовы работать и с малым, и средним бизнесом. Вообще, надо создавать деловую атмосферу у нас в регионе. И у нас для этого есть инструменты. Надо уметь им пользоваться. В Заполярье запускается крупный проект по освоению Лаевожского и Ваневийского месторождений. Газпром и Лукойл подписали соглашение о создании совместного предприятия в Ненецком округе. Проект подразумевает освоение Лаевожского и Ваневийского нефтегазоконденсатных месторождений. Общий объем инвестиций – порядка 200 миллиардов рублей. Создание предприятия даст округу не только дополнительные доходы в региональный бюджет в виде налогов, но и более 1200 новых рабочих мест. Глава региона Юрий Бездудный в ходе рабочей встречи отдельно обсудил с руководством компании вопрос регистрации предприятия на территории Ненецкого автономного округа. Проект будет реализовываться с соблюдением всех экологических требований и интересов жителей. А насколько наш субъект будет привлекательно выглядеть в самой арктической зоне? У нас есть все-таки выгодное географическое положение. Та же Индика у нас не замерзающий порт. Это очень и очень важно. У нас должна быть развита береговая инфраструктура. У нас должны быть здесь кадры. У нас должны быть поисково-спасательные службы и так далее, и так далее. Если мы говорим о СМП, если мы говорим о других вопросах, то это опять кадровые проблемы, которые я бы вывел, наверное, в ряд основных, которые довольно сложно решать. Но это касается ведь не только СМП и других крупных стратегических объектов. Это касается и просто организаций и предприятий, уже давно работающих в Ненецком округе. Когда мы говорим о наших повседневных задачах, то кадры – это прежде всего что? Мы когда говорим о кадрах – это образование, это здравоохранение, особенно узкие специалисты. Это даже сельское хозяйство, если хотите. Вот сейчас у нас эта проблема как такова есть. Это специалисты в любых других отраслях, даже информатика и так далее. Авиация – это отдельный вопрос вообще, который, если вы сейчас затронули, я о нем скажу, буквально недавно я высказывался. Это те вопросы, которые не так просто решать. В тех же летчиках привлечь очень и очень непросто, их просто дефицит. И в этом плане, конечно, если говорить об авиации, для нас это просто необходимость, стопроцентная необходимость. Без авиации – это считать, что мы остаемся без дорог. Это продовольственная безопасность, это безопасность та, которая осуществляется по линии санавиации. И ряд иных вопросов. Поэтому арктическая авиация – это особая зона ответственности. Надо понимать, что для нас она эквивалентна вопросам жизни, обеспечения отдаленных населенных пунктов. И эти вопросы надо заблаговременно решать. Но на уровне региона принимаются, я считаю, очень положительные решения по привлечению в округ специалистов области здравоохранения, образования. Существуют программы «Земский доктор», «Земский учитель». Вот буквально недавно вышло постановление правительства, где вот эти выплаты по тем направлениям, которые вы сказали, «Земский доктор», «Земский учитель», эти суммы будут увеличены и весьма серьезно. Это очень хорошо, потому что мы говорим о том, что программы будут действовать. Но, тем не менее, дефицит кадров остается. Дефицит кадров остается. И поэтому эти проблемы надо в поле зрения решать, их надо обострять, о них надо говорить. У нас есть программская ассоциация Северо-Запада. У нас за истекший год мы там инициировали вместе с нашими коллегами порядка 37 вопросов. Вопросы, которые связаны с обеспечением жителей важнейшими продуктами питания, бензин. Второе – это вопросы ТКО, твердые бытовые отходы. Это сейчас проблемы становятся очень серьезные. Это вопросы, которые связаны просто с жизнедеятельностью наших регионов. Прямая финансовая помощь, которая нам необходима, чтобы пережить вот этот период, который связан с падением цен на энергоносительные и ряд других проблем. Мы работали весьма и весьма активно, привлекали, как я уже сказал, депутатов Государственной Думы, наших сенаторов к тем вопросам, которые требуют решения федеральной повестки дня. Кстати, одно из самых значимых событий этого года были дни Нинско-автономного округа в Совете Федерации. Там же тоже вырабатывались определенные соответствующие решения, причем по конкретным направлениям. Понятно, что все сразу не удастся решить. Это очень ответственное было решение. К таким мероприятиям надо готовиться очень серьезно, на мой взгляд. Это очень важно, потому что там надо выходить с теми проблемами, которые возможны к решению. И мы постарались разложить в своих выступлениях на пленарном заседании те проблемы, которые нас волнуют в первую очередь. Вот скажу только одно. У нас вышло по итогам дней НАУ 47-е постановление, в котором зафиксированы 22 пункта к решению. 22-е это, поверьте, это очень серьезный аргумент к тому, чтобы мы говорили о том, что 47-е постановление является фактически нашей небольшой экономической программой, или достаточно серьезной экономической программой, которая будет решаться в том числе и при помощи нашего федерального центра. 29 и 30 января 2020 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошли дни Ненецкого автономного округа. По итогам мероприятия Совет Федерации издал постановление номер 47 от 12 февраля 2020 года, в котором рекомендует правительству России включить на условиях софинансирования федеральную адресную инвестиционную программу строительство зданий инфекционного отделения и пристройки главному корпусу Ненецкой окружной больницы, здание специальной коррекционной школы-интерната на 140 мест, здание пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка. Также рекомендовано рассмотреть вопросы о софинансировании реконструкции морского порта в городе Нарьинмаре и выделении бюджету Ненецкого автономного округа дополнительных межбюджетных трансферов для решения проблемы высокого процента износа инженерной, социальной и коммунальной инфраструктур. Министерству здравоохранения, в частности, поручено рассмотреть вопрос о включении в федеральный проект борьбы с онкологическими заболеваниями национального проекта здравоохранения, оснащение Ненецкой окружной больницы магнитно-резонансным томографом. Министерству транспорта поручено осуществлять перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарьинмар-Усинск. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства должно рассмотреть вопрос о финансировании мероприятий по строительству сетей водоотведения в муниципальном образовании городское поселение рабочих поселок Искателей. Министерство природных ресурсов и экологии рекомендовано заняться решением проблемы по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории поселка Амдерма. Рекомендации также касались мероприятий в области сельского хозяйства и культуры. На ваш взгляд, насколько активно все-таки наш субъект участвует в федеральных программах? Еще несколько лет назад мы фактически от федерального центра денег не получали. И мы ставили вопрос, я имею в виду мы депутаты, ну и жители, и специалисты говорили о том, почему мы не участвуем в федеральных программах. Я считаю, что вот этот сейчас момент, он преодолен. И более того, когда мы говорим о том, что есть региональные программы, есть национальные проекты, то в настоящее время вот та же школа номер 3, она построена как раз при условии софинансирования. И я к софинансированию и хочу идти. Если раньше было софинансирование федерации 10%, а мы 90%, то сейчас, скажем так, эта пирамида перевернулась. И Татьяна Павловна Лагвиненко, в своем, на последней сессии, которая прошла в этом году, она, подавляя итоги, сказала, что вот в настоящее время федеральный центр по основным показателям, по софинансированию вышел на уровень 80%. Не по всем направлениям, но в среднем. То есть это дает нам возможность, конечно, более эффективно использовать те внутренние средства и резервы, которые у нас есть. Вот еще один пример. Ну, допустим, Афумс. Ведь раньше он фактически формировался за счет средств окружного бюджета. А в настоящее время практически весь формируется за счет средств федерального бюджета. А эта сумма очень значительная. Она сейчас составляет 1,8 миллиарда рублей. И вот наш взнос в этом году составил 12 миллионов от округа. Все остальные деньги – это были федеральные деньги. Поэтому в этом плане я скажу, что здесь сделано очень-очень многое. Но еще один из положительных примеров – это финансирование строительства дороги Нарин-Марусинска. Да, она практически ведется в полном объеме за счет федеральных средств. По нынешнему году привлеченные средства составили 7,4 миллиарда рублей. Это очень серьезные деньги. Вот помните, когда мы говорили с вами в условиях энергокризиса, когда он был практически на максимальной отметке, мы говорили о том, что наш бюджет – это 13,5 миллиардов рублей. Вот так оно и есть, так оно фактически и осталось. И мы с этим бюджетом и пришли сегодня к финишу этого года. Все остальные средства, у нас расходные обязательства свыше 20 миллиардов рублей, они поступили из федерального бюджета. Это надо понимать. И еще раз повторяю, это очень важно для нас. Ну вот, несмотря на все сложности этого года, мне кажется, что 2020-й все-таки не стал для округа периодом стагнации. У нас, конечно, стройки не затихают. Объекты серьезнейшие введены. Вот когда я смотрю на школу, тоже школа номер 3, и когда к нам приезжают гости из той же северной столицы, они говорят, что такой школы там у них нет. В 2020 году в Ненецком округе ввели в эксплуатацию новое современное здание для школы номер 3 в Нарийнмаре. Здесь четыре корпуса с учебными классами, кабинетами робототехники, спортивными и актовыми залами, столовой, библиотекой и благоустроенной территорией. Здания соединены между собой теплыми переходами и образуют внутренний двор для проведения торжественных мероприятий. Общая площадь здания составляет 27 тысяч квадратных метров. Открытие нового здания школы в Индиге ждали долгих 8 лет. Все это время дети были вынуждены учиться в две смены и заниматься в неприспособленных помещениях. Сейчас для школьников и преподавателей созданы самые комфортные и современные условия. В просторном трехэтажном здании, которое сдали в эксплуатацию, есть спортивные, тренажерные и актовые залы, мастерские для мальчиков и кабинеты домоводства для девочек, библиотека и музей. Отдельно стоит сказать о кабинетах физики, ОБЖ, информатики и химии. Они оснащены современным учебным оборудованием. Подобные уголки технологий будущего постепенно появляются во многих школах России. Еще одно важное событие 2020 года в сфере образования – это открытие детского технопарка «Кванториум», где созданы самые современные условия для обучения детей. Здесь есть все, чтобы реализовать любую идею. «Кванториум» – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Если говорить о наступающем году, 2021, что, какие планы у собраний депутатов НИИСКО в Тануном округе, с какими инициативами будете выходить, чего добиваться, кого дожимать? – Я полагаю, вот есть 47-й закон и 22 пункта. Я бы считал, что я бы взял его как за основу. Если мы реализуем все вот эти вопросы, которые ставили, а реализация, я еще раз повторюсь, она зависит в том числе и от федерального центра, я бы считал, это здорово было бы. У нас есть уже вот этот ресурс, и его надо максимально использовать. И уверяю вас, если бы мы это сделали, одного этого было бы уже не то, что достаточно, но это было бы очень весомо. Со своей стороны, собрание депутатов должно делать все для того, чтобы в рамках законодательного процесса принятие тех решений, которые мы с вами принимаем, а это, с одной стороны, локальные законодательные акты, субъектовые законодательные акты, и наше обращение в правительство, которых было порядка 12 вот за истекший год. Вот, наверное, те два селка, которые мы должны вместе с вами реализовывать. Приоритеты уметь расставлять – это тоже очень, на мой взгляд, важно. Завершая наш разговор, еще раз хотелось бы отметить необычность этого года, в том числе и в плане общения. Я знаю, что и с избирателями вам не удавалось так много общаться, как в предыдущие годы, и формат несколько иной для проведения различных публичных мероприятий был. Как работало все? Вы правильно сказали. Вот дефицит общения – это, наверное, то, что сопровождало нашу работу с нашим избирателем. Конечно, непривычно было. И наша работа – это работа с людьми. Прежде всего мы советуемся, мы спрашиваем, мы ездим. А тут ограничения. Поэтому, конечно, возникла сложность, неопределенность, трудности, прямо скажем. Должна быть обратная связь. Пришлось принять законопроект, который давал возможность нам работать удаленно, в том числе и депутатов. Там же тоже были сомнения. Даже, скажем, это не приветствовалось некоторыми. Вот такая возможность. Жизнь показала, что это не просто надо было сделать, а это жизненная необходимость просто. Возможность депутатов, в том числе, принимать решения удаленно. Это абсолютно нормально. Для меня, скажем так, это был определенный в смысле вызов. И я еще раз говорю, здесь есть те вопросы, которые мы хотели бы, конечно, опять перейти в тот режим, привычный нам, но действительно, вот пандемия показала, что есть те вопросы, которые можно решать более эффективно, более быстро, если хотите. И от практики дистанционного, дистанционной работы тоже отказываться, наверное, не надо. Но, тем не менее, 2020 год уходит. И слава Богу, что уходит. Что вы ждете от следующего, 2021 года, и что бы пожелали своим избирателям, всем нам, жителям Нинецкого автономного округа? Я хочу все-таки, чтобы мы этот уходящий год не ругали. Он високосный, но он такой год. Он все равно наш. Поэтому со всеми достоинствами и со всеми проблемами. Но все равно это наша жизнь, во всем ее многообразие. Поэтому хочу уходящему году сказать спасибо всем нашим жителям. Сказать спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что вы работаете, за то, что вы в эту минуту сплотились, скажем так. Вместе мы все преодолеем. И вот с этим пожеланием я хочу уйти и в год следующий. Потому что если мы вместе, мы все решим. Вот это главное. Есть такое выражение. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди вместе. И, может быть, вот эти трудности нас как раз и объединят, и позволят сплотиться перед лицом трудностей. И тогда мы, может быть, станем в следующем году чуточку добрее, еще более ответственны. И в отношении себя, и других. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия. Ну и, скажем так, большой-большой, серьезной работы на благо и процветание Ниньского автономного округа. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие друзья. Спасибо, Александр Ильич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова